В начале собрания Алексей Спаский предложил немного изменить формат проведения традиционных ежемесячных совещаний. Вместо длинных отчетов о проделанной работе, он попросил докладчиков высказываться лаконично и в основном по проблематике. Открывая мероприятие, глава городского округа рассказал о встрече с региональным оператором, прошедшей накануне. Результативно поговорили под протокол, взяли месяц на то, чтобы внести какие-то предложения. Я считаю, что с нашей стороны, с стороны управляющих компаний, Совет многоквартирных домов. И в этот же месяц региональный оператор должен отработать по той повестке, которая была сказана. К сожалению, министр Евгений Акимович Хромушин до нас не доехал, но тем не менее представительстве МинЖКХ были. И я считаю, что поговорили достаточно продуктивно. Алексей Спаский также проинформировал собравшихся о новых назначениях. Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работе главного МЧС России по Московской области стал полковник внутренней службы Сергей Дежкин. А с 26 февраля начальником управления по обеспечению деятельности администрации муниципалитета назначена Светлана Тугова. В ходе планерки была заслушана информация профильных структур об анализе оперативной обстановки и деятельности экстренных служб. Поступило 451 обращение граждан. За неделю было 7 отключений в систему жизнеобеспечения, 6 электроснабжения, все плановые, 1 холодное водоснабжение плановое и 1 газовое отключение аварийное из утечки газа в квартире полка 37. Бутай Бутаев доложил о работе над пилотными проектами детской поликлиники и неотложной помощи. Главный врач ВРКБ рассказал, что штат сотрудников больницы пополнили новые специалисты – терапевт, лор и врач ультразвуковой диагностики. Экстренных вызовов по надлужной помощи у нас было более 2000. Были выездные бригады у нас в разные амбулатории наших поселений, где было осмотрено около 300 человек, в том числе и дети. Начальник управления образования Светлана Ломакова в своем выступлении сообщила о реализации проекта «Родительский контроль», в ходе которого каждый родитель может оценить качество питания в школьных и дошкольных учреждениях. Также напомнила о том, что продолжается прием заявлений в первый класс. В настоящее время подано 2162 заявлений при плане 2500. Осуществляется также подготовка к проведению государственной итоговой аттестации. В настоящее время с сегодняшнего дня проходит обучение руководителей пункта проведения экзаменов, а также членов государственных экзаменационных комиссий. Также идет проверка оборудования. Проводилась на прошлой неделе апробация. Все выявленные недостатки будут устраняться с сегодняшнего дня. С отчетами о работе своих управлений выступили также и другие руководители. В том числе были подведены итоги масленичных мероприятий, проведенных во всех городских и сельских поселениях округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.